Сегодня речь пойдет о такой насущной проблеме, как болезнь паркинсона. Это заболевание поражает преимущественно лица пожилого возраста, но, тем не менее, нередко встречается и в более молодом возрасте – 30 лет, 40 лет, на втором десятке жизни. Это казуистический случай, и распространенность болезни паркинсона, как и заболеваемость, она неуклонно возрастает с возрастом. Болезнь паркинсона на сегодняшний момент считается неизлечимой, но только на текущее время. Просто за 200 лет описания этих симптомов болезни паркинсона ни одного случая выздоровления зафиксировано не было. Но медицина располагает широким спектром как медикаментозных средств, так и вспомогательных методик для поддержания адекватной физической активности пациентов. Что еще надо знать при болезни паркинсона? Во-первых, причина возникновения ее неизвестна. Во-вторых, это медленно прогрессирующее заболевание. С течением времени болезнь паркинсона обрастает еще и так называемыми недвигательными симптомами. Это нарушение сна, запоры, возможность слюнотечения, потемнение в глазах при вставании из сидячего или лежачего положения. Страдают также и умственные способности. Причем здесь четкая связь, скорее даже, не с продолжительностью болезни, а с возрастом пациента. Болезнь паркинсона характеризуется так называемой тетрадой. Симптомы двигательных. Замедленность, скованность, неловкость движения. Более значимым симптомом будет казаться тремор, но он встречается только в 30% среди больных болезней паркинсона. Сейчас я покажу пару тестов, которые будут свидетельствовать о наличии болезни паркинсона, либо ее отсутствии. Смотрите, как будет сжимать большие указательные пальцы здоровый человек. В темпе и без какой-либо задержки, без какой-либо снижения амплитуды. Если же больной болезнью паркинсона повторит этот тест, то мы увидим нечто следующее. Замедление, затухание, амплитуды повторных движений. И это очень важный признак, свидетельствующий в пользу болезни паркинсона. Второй симптом – это так называемая мышечная регинность, то есть повышение тонуса мышц по так называемому пластическому типу. Если мы возьмем конечность пациента, например, локоть, начнем сгибать руку, то мы почувствуем некоторое такое сопротивление, будто бы это рука не человека, ручка восковой куклы. Третий очень знаковый симптом болезни паркинсона – это тремор. И здесь надо четко разделять. Обратите внимание, как дрожат руки у больного с эссенциальным тремором. Это примерно нечто такое. Тремором трясутся руки, вытянутые, и как при болезни паркинсона, когда большой палец противопоставляется остальным. Этот тремор называется тремором покоя, потому что он возникает в покоящейся конечности. Конечность лежит спокойно, тремор возникает. Человек начинает этой рукой что-то делать, тремор пропадает. Это почти на 99% признак болезни паркинсона. Четвертый кардинальный признак, который присоединяется уже на продвинутых стадиях – так называемая постуральная неустойчивость. Человек не может догнать центр тяжести при ходьбе. Если идет человек по прямой, то с течением времени у него начинает шаг укорачиваться, а туловище наклоняться вперед постепенно. Если он не обопрется о стену или какое-либо другое препятствие, то неименуемо может упасть. Если вы заметили что-то из этих симптомов, надо незамедлительно обратиться к врачу-неврологу. Медикаментозная терапия крайне важна, причем на разных этапах болезни. Подбираются соответствующие препараты и адекватные их дозировки. В Юсуповской больнице имеется весь спектр необходимых медикаментов, которые облегчают жизнь больным болезням паркинсона. Очень хорошие реабилитационные мероприятия. Жизнь – это движение, а движение при болезни паркинсона – это почти 90% хорошего прогноза в дальнейшем. Как раз в нашей клинике очень активно больные, болезнь паркинсона двигается, и результаты оказываются потрясающими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова